Доброе утро. Павел Николаевич, если перед вами будет поставлено условие, либо вы прививаете всех своих работников, либо вы должны их отправлять в какие-нибудь там отпуска и все такое, как вы будете поступать? Мы не будем заставлять своих работников прививаться. Это сугубо личное дело каждого. И в Трудовом кодексе нет статьи, которая бы позволяла уволить работника за то, что он, видите ли, не выполнил какие-то медицинские предложения властей. Поэтому это их личное дело, никого увольнять не будем. Ну, будем выкручиваться, как это можно. Потому что не все же. У нас тоже есть люди, которые привились. Вот среди моих замов два человека привитых. Значит, остальные вроде не хотят. Поэтому это никак не повлияет на их зарплату или трудовую работу. Но вы не сфера обслуживания? Или вы к какой сфере относитесь? Не совсем. Мы сейчас, в связи с тем, что в совхозе идет урожай земляники, многие наши сотрудники, пусть и временные, но они работают в сфере торговли. Поэтому мы будем выполнять какие-то распоряжения властей. И мы в Подмосковье будем стараться, выкручиваться. Но у нас время есть до 15 июля. И поэтому мы там думаем, как сделать так, чтобы волки сыты и овцы сыты. Но заставлять никого не будем. Вы наверняка с коллегами разговариваете. Как вообще отрасль на все это реагирует? Как вы это все собираетесь проживать? Нет, отрасль реагирует так же, как вся страна. Просто все-таки сельское хозяйство такая интересная отрасль, где мы больше работаем индивидуально, скажем так. Потому что тракторист, поле, доярка, на ферме, агроном, зоотехник, они не так сильно подвержены, нет скопления людей больших. Даже в поле сейчас расстояние между сборщиками гораздо больше трех метров. Поэтому у нас риск заболеть не такой большой, как, например, на праздновании выпускного в Санкт-Петербурге. Это да. Или в метро. Поэтому мы, скажем так, спокойно к этому относимся. Поэтому многие из нас уже переболели. У нас есть так называемые антитела. А QR-коды у вас есть? А потом крестьяне, мы менее подвержены заболеваниям городских. Ну, а это по поводу плотности населения, наверное, можно говорить. Вот вы говорите, реагирует, как вся страна. Но вы знаете, страна очень по-разному реагирует на это все. Экономические последствия вы почувствовали на себе или нет? Вот тех ограничений, которые вводятся в первую очередь в крупных городах на рестораны. Вот более чем, смотрите, у нас сейчас просто кризис. Из-за того, что было жаркое лето и быстро созрела земляника, вот этот период жаркий. А собирать ее некому. Почему? Потому что очень многих наших сотрудников, которые живут за рубежом, их просто не пустили сюда. А потом, когда стали пускать, цена на билеты такая, что приехать невозможно. А москвичи, опасаясь за здоровье, естественно, пока не очень хорошо едут на поле собирать. Ну, это связано с жарой, которая была. И поэтому у нас сейчас кризис. Мы обладаем большим количеством ягод, но не можем ее собрать. Что касается продаж тоже, к сожалению, люди экономически, ну, скажем так, менее богатые, чем несколько лет назад, или даже в прошлом году. И поэтому продажи земляники останавливаются. Мы не можем продать то количество. Мы вчера собрали больше 35 тонн, а продали только 20. У нас 16 тонн осталось на ночь. А это уже кризис. Но, понимаете, экономически государство должно было вроде поддержать людей в момент, скажем так, пандемии. Она наоборот сделала. Она сделала так, чтобы все стали, ну, скажем, считать деньги. Многие потеряли работу, и, соответственно, это сложилось в отсутствии покупательной способности. Поэтому мы страдаем так же, как и все отрасли. Мы очень часто говорим об экономике в целом, но с вами так уж получается. У нас есть возможность поговорить отдельно о сельском хозяйстве, да? О том, какие, насколько логичные и последовательные решения сейчас принимаются в этой сфере властями. Что изменилось за последние полгода? Вот как ни крути, но история с регулированием цен должна была дать какие-то результаты. Как вы это почувствовали? Знаете, ну, во-первых, никакого регулирования цен особо и не было. Регулирование цен, оно не затронуло отрасли, в которых мы работаем. Я имею в виду овощеводство, ягоды, соки и все остальное. Ну, и там, где оно вроде бы как должно было что-то отрегулировать, на самом деле оно ничего не отрегулировало. А вы сами сейчас пойдете в магазин и увидите, какая цена на овощи и поймете, что разговоры о регулировании и регулировании – это две большие разницы. Если у вас морковь и свекла за 100 рублей килограмм, а мы сейчас пытаемся землянику продать по 300-350, вы понимаете, что что-то в России не так. Вы знаете, это еще 100, это еще хороший вариант. Я видел, наш коллега из Екатеринбурга выкладывал у них там по 200 рублей килограмм в некоторых магазинах, это дело стоило. Понимаете, это провал политики в аграрной сфере правительства Российской Федерации, потому что такого быть не может по определению. Но отсутствие поддержки сельского хозяйства, огромные цены на минеральные удобрения, на электричество, на солярку, на все, сложилось в ситуацию, когда производить невыгодно и товара стало мало. А как только товара становится мало, вы же понимаете, сразу возникает дефицит и, соответственно, повышение цены. Поэтому я считаю, что государство идет в этом отношении не туда. А что значит не туда? Вы все-таки сторонник левых взглядов, и поэтому хочется понять, вы за регулирование здесь? Или против регулирования, или за другое регулирование? Как должно так доработать? Максим, сейчас я вам расскажу, вот вы говорите, что я сторонник левых взглядов. Я вам сейчас расскажу, что в Израиле происходит. Там определены группы товаров, которые являются социально значимыми. Раз в год собирается комиссия из представителей правительства, в том числе бизнеса, торговли, и определяет справедливую цену на эти вещи. То есть оно считает свою себестоимость, прикладывает к нему еще, так называемую, маржу, ну или доход, 15-20 процентов, и говорит, что вот эта цена на овощи, на молоко, на хлеб, на картошку, должна быть вот такая. И никто не может выше этой цены продавать. Задача производителей это делать так, чтобы у них себестоимость снижалась, и тогда они получают больше процентов дохода. Вот и все. Но эти цены, это Израиль, между прочим, это капиталистическая держава. Если вы возьмете то, что происходит во Франции, в США, вы поймете, что все государства по-разному регулируются. Но это регулирование в сфере экономической, то есть расчетами, а не ограничениями. Если вы сейчас, ну скажем так, начнете мне говорить, что кто-то в мире не регулирует цены, я с вами соглашусь, потому что вся поддержка сельского хозяйства, а я вам напомню, вот Трамп, например, только в прошлом году дал 33 миллиарда долларов крестьянам, ну фермерам Америки, да, это тоже регулирование. И 70 миллиардов ежегодных денег, проходящих в Сельскохоз США по поводу, ну вот эти так называемые фудстемпс, то есть это талоны продовольственные, это тоже регулирование. У нас государство сказал, мы ничего регулировать не будем, и говорит, что вся поддержка сельского хозяйства – это кредиты. Но кредиты, кредиты – это поддержка банков, это не поддержка сельского хозяйства. Вот смотрите, экономисты говорят, что в этой ситуации, когда неопределенность, когда нервная ситуация в экономике в целом, сельское хозяйство – это как раз та сфера, которая точно будет в плюсе, потому что люди не перестанут есть, потому что это базовые потребности, и если человек не купит себе какую-нибудь новую машину, то еду он покупать себе будет. Так это работает или нет? Максим, еда и еде рознь. Если вы везли в страну больше миллиона тонн пальмового масла, и оно у вас в стране стало молочными продуктами, то это никого не должно радовать. И поэтому, если вы ввозите всякие суррогаты, замените животных жиров, совы и белок, ну и все, 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 а потом из этого делаете продовольствие, то это не удача, а это ущерб самой стране и государству, потому что потом вы тратите огромные деньги на здравоохранение. А вот поддержка сельского хозяйства внутренняя, возможность давать продукты, об этом много говорили, в том числе и коммунисты, о том, что давайте мы сделаем так, чтобы хватало пенсии, зарплат на то, чтобы нормально питаться, натуральными продуктами. Если вы поддерживаете сельское хозяйство не так, как сейчас, а, например, как предлагают коммунисты, ну или там левые, 10% от бюджета должно быть направлено на развитие сельских территорий, села и поддержку сельского хозяйства, то вы получите совершенно другой эффект. И поэтому все страны мира, без исключения, особенно европейские и Америка, куда мы стремимся, они тратят на сельское хозяйство гораздо, ну я имею в виду, это развитая экономика. Вот, да. Это важно, это так. Нет, ну мы хотим, извините, мы хотим же жить как лучшие страны мира, а не как худшие. Это правда. А мы сейчас достигли уровня Африки, по большому счету. Я говорю, кстати, коммунисты это подтверждают, что если сейчас вы берете все суррогаты из полок, вы поймете, что у нас вообще ничего нет. А задача накормить свой народ, на мой взгляд, гораздо лучше, чем задача вывести продовольствие за рубеж. Такую задачу, к сожалению, сейчас правительство поставило перед нами. А мы должны думать о том, как накормить своих работников, своих жителей нормальными продуктами, натуральными, чтобы не болели дети, ну и в общем, что вам рассказывают. Павел Грудин, директор совхоза имени Ленина, у нас в эфире. Павел Николаевич, давайте о выборах немножко поговорим. Достаточно, довольно неожиданно было увидеть вас в тройке, опять, вот этих вот главных лиц КПРФ, которые идут на выборы в Госдуму. Насколько неожиданно это было для вас? Абсолютно так же, как и для вас. Я узнал о том, что я в тройке, в момент, я сидел в президиуме, и вдруг Геннадий Андреевич стал читать вот этот список. Но это решение президиума ЦК, это не мое решение. Они там, у них очень демократичные, скажем так, процессы. И, ну, видно, моя кандидатура оказалась, ну, скажем так, для коммунистов более приемлемой в тройке, чем какие-то другие. Хотя там очень много, вот вы знаете, эти 15 человек, они все достаточно, они такие лидеры все по определению. И любого из этих 15 можно было поставить, да и не только из этих 15, вот назывались фамилии Бондаренко, там, если бы не было ситуации с Платошкиным, Платошкин, наверное, был бы в этом списке. Поэтому не главное, кто первый, кто 15. Мне Геннадий Андреевич так сказал, слушай, мы все единая команда, ну, какая разница? Ну, расставили бы они по алфавиту, ничего страшного бы. Вы в прошлый раз, когда поучаствовали в выборах президента, хлебнули от веточку, да, от силовиков, от попыток забрать бизнес, там, и прочее, прочее, прочее. Вам не страшно возвращаться вот так в политику? Что такое страшно? Не страшно только дуракам. Вопрос же в другом. Я абсолютно убежден, что и КПРФ, и все это левое движение абсолютно правы. И я точно так же разделяю все их предложения по поводу изменения экономической ситуации в стране. И поэтому, если не я, то кто? Вот скажите мне. Получается, я должен спрятаться, и не жить. Я не считаю, что мы не правы. Я считаю, что наши оппоненты, ну, скажем так, вышли за пределы разумного. Потому что ничего плохого ни коммунистическая партия Российской Федерации, ни левое движение не предлагает. Мы хотим просто видеть страну сильной, справедливой, ну, и социалистической. Так вот получилось. И у нас, понимаете, я думаю, что меня отключили именно потому, что мы своим примером показали, я имею в виду, создав коллектив, что можно сделать, даже в этих довольно сложных условиях экономических, чтобы люди были, получали нормальную зарплату, а у нас средняя зарплата выше 100 тысяч, чтобы ходили в нормальные школы, детские сады, чтобы пенсионеры получали доплаты, чтобы дети ходили в кружки бесплатно. Все это известно, и мы это сделали. И поэтому у коммунистов, я считаю, есть абсолютное право сказать, вы знаете, вот как надо. Мы такой пример положительный. И таких примеров, кстати, очень много. Геннадий Андреевич об этом говорил в своем докладе, что есть в разных территориях России, там Мариэл, в Иркутской области, в Ставрополе, такие предприятия, как наши, которые можно как эталон использовать. Павел Николаевич, вы знаете, после того, как закончился съезд КПРФ, заголовки медиа были усыпаны, во-первых, все писали о том, что вы в первой тройке, а второе, все писали о том, что КПРФ решила не выдвигать Бондаренко в одном округе с господином Володиным. Это какое-то сознательное... Размер. Ну да, это какая-то договоренность, или почему так произошло? Вы знаете, вот тут я ничего не могу пояснить, потому что я не член КПРФ, не член президиума, и обсуждение при мне не проходило. Вот честно, просто я не знаю. Я могу думать только об одном, что это, я думаю, что это обсуждалось именно с Николаем Бондаренко. И почему это было сделано, это им судить. Я всех же отнош... вот этих отношений не знаю, но Владимир Членин когда-то написал такую интересную статью о пользе компромиссов. Слышали, да? Я думаю, что может они прочли эту статью перед голосованием, может еще что-то. Но предположить что-то, я не считаю. Николай, я думаю, может выиграть у любого политика в любом месте, и поэтому как они там раскладывали свои мысли, мне неизвестно. Павел Николаевич, вы не можете не видеть, как с другого фланга от вас чистят прямо скажем любых кандидатов, которые пытаются выдвигаться. Да и в левом фланге вы назвали того же Платошкина это происходит. На ваш взгляд это будет продолжаться вплоть до самых выборов или вот сейчас есть какая-то диспозиция и остальных трогать не будут? Слушай, предположить, кто в голове у власти невозможно вообще. Тем более, что вы знаете, вы сами это видели только что. Один руководитель, ну самый главный руководитель страны говорит, никакой принудительной вакцинации быть не может, да? А одновременно с этим другие, менее, скажем так, властные лица говорят, будет принудительная вакцинация, ну обязательно вакцинация. И тут, знаете, как вы могли об этом думать, вот после того, президент сказал, что не будет никакой, скажем, вакцинация должна быть только добровольной. Как регионы вдруг принимают такое решение. Поэтому, знаете как, их действия иногда непредсказуемые. То есть, мне, например, вот ситуация со мной, ну, я не понимаю, зачем совпос разрушать. Это совершенно для меня не укладывается в голове, тем более, что это продолжается уже на протяжении трех лет. И здесь то же самое. Черт узнает, что у них в голове, что они будут делать. Не могу с вами согласиться, мне кажется, очень предсказуемые как раз их действия, простите. Можно наперед было бы предсказать, что, например, Илью Яшина снимут еще до момента, пока он там подписи соберет, о том, что никого из ФБК запрещают, которые признаны иностранным агентом и экстремистской организации. не допустят. Мне кажется, это очень, вообще-то довольно предсказуемые вещи. Слушайте, Ира, я готов с вами не согласиться по одной простой причине. Есть же, ну, скажем так, понимание у нас, что это можно было бы делать, если бы выборы были абсолютно честными. Вот я вас спрошу, вы уверены, что выборы будут честными и, скажем так, как говорил президент, должны внушить доверие народу? Вы знаете, я очень сомневающийся человек. Но Ира верит, что в электронном голосовании все будет честно. Я не вижу смысла, учитывая то, что вот вы сейчас сказали, да, поэтому, еще раз, вот лично мы стоим на позиции, что все без исключения имеют право избираться, а вот столкновение мнений, и люди должны определить, кто, скажем так, должен победить. Я считаю, что это борьба между социализмом, капитализмом, ну, и национал-социализмом, то есть фашизмом. Вот сейчас мы должны определиться, куда дальше пойдет страна. Мы предлагаем социалистический путь развития. Да, у нас есть целая программа, 10 шагов, и там все написано. И я могу, конечно, вам рассказывать, но я не думаю, что вы с ней не ознакомились уже. А мы просто не будем сейчас этого делать, чтобы, да, не заниматься агитацией. Мы все-таки хотим понять именно оценку ситуации. Павел Николаевич, осталось буквально три минуты. Зарейте нас каким-то позитивом, а, утром. Урожай-то в этом году хороший? Жара? Вот тут я, к сожалению, не могу вас ничего порадовать, к сожалению, потому что и весна затяжная, и дождливая, и лето, которое началось с жары, с такой, и теперь вот эти ливни, которые, вот с урожаем у нас не очень. Но могу убедить в том, или сказать абсолютно точно, что зарплата у работников совхоза не упадет. Не смотря на все катаклизмы, значит, мы будем получать хорошую зарплату и выполним все свои социальные обязательства. Это точно. А вот как раз по поводу зарплат. Скажите, как на сельском хозяйстве, в целом, не только у вас, сказалось то, что мигрантов нет? Потому что многие отрасли просто стонут. Нет, мы тоже стонем, но это привело к тому, что посевные площади в России уменьшились. Вы, если начнете анализировать, сколько мы посеяли или посадили картофель, свеклы, моркови и все остальное, вы обнаружите, что даже по оценкам минсельхоза посевные площади уменьшились. И это очень печально, потому что если еще будет не урожай, а вы видите, какая погода сейчас стоит на всей территории России, где-то засуха, где-то наводнение, то может случиться, что дефицит продуктов приведет к тому, что цены будут расти. Есть еще одна вещь, которую, к сожалению, мы сделали так, что все сельское население пытается уехать в город, но это тоже так, потому что сельская территория не финансирована. И поэтому мы вынуждены принимать мигрантов, а это не наши. Я сейчас вам пример один приведу. Мы сейчас платим за килограмм собранной ягоды 20 рублей. Если товарищ средний может собирать от 150 до 200 килограмм, то он получает от 3 до 4 тысяч рублей. В день? И мы не можем найти работников. Это в день? Постоянно. Потому что дефицит вот этих кадров, люди же хотят больше работать на стройке, чем у нас. У нас тяжелая работа под палящим солнцем или под дождем. Поэтому дефицит мы ощущаем и пока его нечем заменить. Павел Николаевич, я правильно понимаю, что люди уезжают из деревни не столько из-за того, что там нет возможности заработать, сколько из-за того, что инфраструктура там плачевная? Конечно. Вы же видите, что большинство школ, детских садов, поликлиник, больниц закрылась на сельской местности. И, соответственно, если там нет инфраструктуры, как может молодая семья прожить, учитывая то, что там еще не зарплаты? Поэтому да, государство сделало, к сожалению, все за последние 20 лет, чтобы людей выдавить из деревни. Но это привело к таким последствиям. Валерий Николаевич, осталось меньше минуты. Тут есть вопрос маркер от наших слушателей. Я так понимаю, что по нему не отмечают, свой человек или не свой. Как вы относитесь к режиму Лукашенко? И не пора ли его менять? Я думаю, что белорусы там сами должны разобраться. Но считаю, что никакие не могут заменить авторитет руководителя. И поэтому, знаете, тут есть очень сложная ситуация. Я к Лукашенко очень хорошо отношусь как к человеку, который сохранил производственный потенциал страны. Но считаю, что каждому лидеру, в том числе директору совхоза надо вовремя уходить. Павел Грудинин был у нас в эфире. Спасибо большое, что вышли и ответили на наши вопросы.